Всего принимает участие 82 человека. По ту сторону экрана актив Балаковского района. Чиновники, общественники, инициативные жители. В зале депутат Госдумы Николай Панков вышли на связь, чтобы подвести итоги масштабной работы, которую удалось провести в районе и обсудить планы на ближайший год. Повышение качества жизни людей складывается не только лишь в отделении финансирования. Но давайте вспомним те проекты, которые мы совместно с вами решаем здесь у нас в Балаковском районе. Один из крупнейших проектов – передача сразу нескольких дорог на федеральный уровень. В их числе трасса Сызрань-Саратов-Волгоград, которая проходит через Балакова. Качество ее обслуживания в разы выросло, а расходы из местного бюджета наоборот сократились. Рассказал парламентарий о своем благотворительном проекте. Ремонте тротуаров в Балакове привели в порядок сразу четыре крупных участка. Среди них и главная пешеходная зона в центре города. Что такое тротуары, коллеги? Это прежде всего безопасность наших граждан, комфорт наших людей, возможность для более широкого передвижения и безопасного передвижения. В этом году, коллеги, я планирую вместе с общественными моими наблюдателями уже отремонтировать 60 различных участков. Продолжат в районе и решать проблему с обманутыми дольщиками. Речь идет о тех, кто не успел вступить в строительный кооператив «Возрождение». Но сама проблемная многоэтажка достроена. Жильцы уже получили квартиры. Скоро в Балакове квадратные метры получат и жители ветхих и аварийных домов. А вот многодетные семьи смогут рассчитывать на благоустроенные участки. Мы должны, коллеги, понимать, что многодетные семьи, они решают главный вопрос увеличения количества граждан нашей страны. Президент, отдельно приняли мы законопроект, который дает им возможность получения земли для строительства жилья. И мы должны эту возможность, коллеги, реализовывать. Только из этого нужно исходить, что не из того, что, слушайте, ну вот у них много детей, и значит, они там сами должны эту проблему решать. Нет, коллеги. Решили в Балаковском районе проблему с вывозом спиленных веток и деревьев. Их долгое время не убирали, а люди жаловались на огромные свалки возле мусорных контейнеров. Удалось добиться и снижения тарифов на вывоз отходов. Теперь предстоит разобраться из проблемы завышенных платежей за тепло. Парламентарий уверен, что с этим вопросом должны помочь местные депутаты. Жанна Марченко, Олег Буланов, Саратов, 24.